я здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть от родную долину и в общем то же как обычно что у нас происходит наши поля друзья засеяны засеяны всяким разным да еще посыпаны известью как раз на этом поле самая маленькая у нас бобы растут остальные у нас поделены по две культуры на каждом ячмень что у нас тут еще рис просто еще растет и мак наверно да да и мак в общем то как обычно их разделил на два когда надо много чего выращивать это у нас все дело пойдет на булки завод имени виктора евгеньевича у нас строится и до сих пор друзья не построился 61 процент то есть но еще сутки он наверное будет строить то есть прям долго он идет но ладно надеюсь потом все у него будет хорошо на мельнице почти закончилось все добро надо отвезти пшеница овес рожь давай друг визит три раза потом будем менять просто культуры по 140 кубов всего закинем и все будет нормально с этим понятно также друзья у нас во всю работает завод электроники который мы запустили прошлый раз и всякие вот тут штуки у нас уже готовы работают все линии но корпуса например сразу же идут в переработку поэтому и ходу их здесь ноль да и в принципе они нам не нужны то же самое из половины остальных ресурсов от батареи у нас уже чуть-чуть выполнились 469 462 литра но пока что это меньше чем поддон радиаторы то же самое дисплеев чуть-чуть есть моторы три поддона можно уже моторов забрать они видимо по 100 литров каждый это кстати хорошо печатные платы тоже самое у нас имеется и фонари фонари друзья по кубу и можно будет с ними даже поиграться сегодня принципе ресурсов так-то ушло много но вроде как пока что хватает потом потом подзабьем это видимо печатные платы фонари у нас упакованы вот в такие вот коробочки все остальное хрен поймешь что на самом деле вот это батареи ладно понятно наверное дисплей и вот этот сверху черная и что-то еще у нас было не помню что не важно короче говоря завод работает ресурсы сюда надо будет подвозить также друзья я прикупил себе 64 поля здоровье на котором росла свекла и потихонечку она убирается где-то пол поля наверное уже убрана уборка прям очень длинная и что самое главное мы уже практически забили весь элеватор то есть остатки туда точно не влезут но я в общем то есть у меня еще тоже план действий как это все дело решить ну и поставила я сюда еще двух вот этих вот пацанов которые у нас чизелят это поле это все тоже на долго и следующей серии я засею его каноплей так что вот такая вот история о следующая стадии роста отлично усвоенных бобов на что ж друзья мы будем сегодня делать мы сегодня купим два производства одно из них запустим у одного этого строя точнее запустим стройку потому что есть у меня подозрение что там тоже надо много ресурсов будет и много чего привозить а что же друзья нам надо все не купить а вот на этом участке есть такое производство стоимость участка всего 63000 и скорее всего бак но мы его покупаем и здесь у нас друзья находится black diamond производства судя по картинке делает нефтяные вышки сюда еще можно привести фонари производство уже готовы и строить его не надо и это меня даже немножко радует у нас тут делаются нефтяные вышки и буровые валы нефтяные вышки делаются из моторов стальных балок стальных деталей провода нужны стальные пластины и электроэнергии начнем друзья с электроэнергии по моему псек у нас электростанция которая в этом районе вот black diamond начать электроэнергия начнет поступать но все остальное нужно привести автодрайва сюда конечно же не проведена да и на заправку на эту тоже разгрузочная зона здесь благо такая довольно удобная кэмпбелл суд может быть здесь настройку проведен автодрайв хрен его знает на друзья давайте запускать вот этого вот товарища он у нас поедет на стройку электроники забрать оттуда моторы еще друзья у нас есть товарищ который стоит около стальных балок поддона у нас получается по 6 кубов по 3 куба нужно 6 поддонов создаем 6 поддонов и выгружаем их на прицепчик здесь есть . скорее всего строительство кэмпбелл супа вот кэмпбелл сбилд скорее всего это она так что давай едь туда тут я потихоньку кстати уже вернул на склад все припасы которые мы забрали однако завода еще продолжают фурочить завода еще не восстановились но еще со временем восстановится все кстати как дела у наших лошадок коровок все хорошо я им привез еды и очистил кстати навоз увез жидкий навоз увез молоко увез все пошло в работу лошадки на 25 процентов уже прокачались у них с едой все нормально в принципе они не так уж и сильно жрут эту самую миласу так что все нормально но овса можно будет как-нибудь им засыпать вода солома у них полностью в достатке так что она сама пополняется видимо надо было первый раз ты сделал самому а потом она на автомате все вот эта коровка видимо уже на убой готовится потому что ее это вот сквозь дверь проход это ну ладно такое еще друзья нас кстати освободился фермерский рынок почти есть я его не забивал я вот честно говоря даже не знаю хочу я дальше этим заниматься и не хочу с другой стороны можно конечно еще раз все забить у нас будет по миллиону в сутки но мне так впадло вы вы бы только знали с другой стороны это мне впадло было делать вчера или когда я там короче поддоны катал а следующий раз может быть у меня появится настроение это сделаю тем временем этот товарищ у нас приехал на этот завод и нам нужны моторы вроде как можем три штуки забрать моторы три штуки создать три поддона да вот они создались это вот моторы красные ну судя потому что они на поддонах должны прекрасно грузиться на прицеп с автопогрузкой давайте мы наверное сюда прям заедем было бы неплохо если бы она вот так вот работала хотя заезжать сюда задним ходом с этими бордюрами это то еще приключение ну ладно да поддончики прыгают автопогрузка работает несмотря на то что они емкостью по 100 литров всего это обычные поддоны черт надо было еще и труб привести стальные детали чтобы начать делать буры я пока что вообще не в курсе нахрена они нужны скорее всего тоже для добычи нефти но надо было их запустить труб 8 кубов всего можно привести немного так что нам еще надо стальные детали провод стальная пластина и понятно значит руг ты едешь на сталь загрузка черт не попал сталь загрузка давай ей туда стальные пластины стальные детали будем оттуда забирать этот чел почти доехал но застрял стоять ты тоже едешь у нас на стали загрузка ты туда доедешь быстрее 2 поддона с трубами нам надо еще сделать трубы два поддона создаем на общем то он сюда приедет И мы их загрузим. А вот и приехал наш товарищ. Нажимаем на кнопочку. Поддончики залетают, а мы его отправляем туда же, куда он ездил в прошлый раз. Campbell Build. Давай, погнал. Также с этого завода мы забираем стальные детали и стальные пластины. Насколько я знаю, они все по одному кубу, да? По одному кубу. В принципе, там влазит 18 кубов. И у нас даже хватит места на грузовичке. А знаете что? Давайте по 18 выгрузим. Нам еще нужно будет туда с медного завода запчасти привезти. А он находится рядом, так что не надо будет ехать. Поэтому забираем все сразу. Я так понимаю, места на стальные пластины уже нету, да? Нету. А мы сделаем вот так. Мы их сейчас выгрузим. Пускай и на пол. Как раз ман уже здесь близко. И стальные пластины. То же самое. 18 поддонов создаем. Стынь. И тоже на пол их. Пускай лежат здесь. О, пускай лежат, а мы перехватываем вот этого мана. И сейчас поедем это все сюда и закинем, соберем. Еще оно все сюда вот пока попрыгает. О, автозагрузка это вещь. 39,40. Ну давай, друг, тоже едь на Кэмпбелл Спилд. Или нет? Давай едь на этот самый, на медный завод. Бзды, 7 утра и резко стало другое освещение. Тут же в кузове коллизии нету, поэтому мы те поддоны просто запихаем в кузов руками. А тем временем вот этот товарищ у нас доехал, но застрял. Ничего страшного. Я так понимаю, высыпать это все дело нужно вот сюда. Здесь у нас разгрузочная зона. Псты. Да. Все начало исчезать и стало появляться на заводике. Но ты тогда едь на СТ загрузка и в общем-то для тебя работа все закончена. Хотя на самом деле скорее всего нет. Мы же еще стройку решили замутить. А мы тем временем доезжаем до медного завода. Вот тут еще какой-то поддон. Что это, провода? Что-то не поместилось куда-то? Или это катушка? Это провод. Это то, что нам надо на самом деле. И у нас здесь еще 8 штук есть. В общем-то все создаем. А, 8 кубов. Так, стоять. А не, вот они. Все, все нормально. Блин, так они так и не влезут. Ну ладно, значит загружаем просто в кузов. Ага, один автопогрузка ушел. Туда их 9 кубов влазит. 9 таких поддонов. Я имею ввиду на завод Black Diamond, который мы купили. Но мы привезем 8. Невелика проблема. Все равно моторов мало. За моторами, видимо, придется следить и еще в течение дня подвезти. Хотя кто его... А, ну в теории 3 мотора должно хватить на 3 бура. Точнее не бура, а эти нефтяные вышки. В общем-то непонятно как я их сюда сгрузил. Но они все залезли в кузов. Сейчас мы привязываем все это дело ремнями. И оно будет работать. Поехали на Black Diamond. Доедем уже, тут мы рядом находимся. Чуть ли не соседнее здание буквально. Ищем и все это дело выгрузим. Сначала проедем вот так вот, чтобы попадали эти катушки. Они вроде бы попадали. А сейчас подъезжаем вот так вот, чтобы все это дело выгрузить на триггер разом. Бздынь. Что-то попадало. Что-то не попадало. Что-то медленно. Эм, а че такое? Они как-то не хотят высыпаться. А в чем прикол? Они должны быть на весу, чтобы высыпались. Охрененный план. Ну ладно. Есть у меня в общем-то один вариантик такой. Загружаем все на платформу. И подкайну высыпается с платформы. Как раз на весу. Что-то с этими поддонами не так. Хотя контейнеры тоже, кстати, надо приподнимать. Если они на триггере. Только тогда они исчезают. Так, ну что? Вроде бы и все. Завод должен начать работать. И что, сюда нельзя войти? Хотя здесь ничего интересного. Здесь просто вот склад того, что мы привезли. А вот здесь зона загрузки. И здесь будет, видимо, появляться наш товар. Еще сюда можно привезти фонари. В общем-то да. Мы привезли все, кроме моторов. Потому что моторы только вот еще немножко у нас совсем выполнилось. Сделалось. А так все остальное у нас практически забилось. Электроэнергия со временем забьется. В общем-то тут у нас все активно. И все, пускай работает. Может правда сюда фонари привезти? Посмотреть, как это работает? Раз уж мы их делаем, эти самые фонари. Там я видел два триггера. Давайте мы еще посмотрим. У нас на заводе ПМС, я помню, можно было тоже их привезти. Но там один, по-моему, был, да? Фонари, один триггер. То есть возьмем три поддона. И я тогда думаю, что, друзья, мы возьмем для трех поддонов пикап. Поэтому ты, друг, давай едь на базу. Складся до теплиц. Ты у нас там живешь. А мы возвращаемся на базу и берем здесь пикапа. Цепляем к нему вот этот маленький прицепчик. И отправляем его, получается, стройкой электроники. Давай погнал. Ну а мы, друзья, тогда посмотрим еще одно производство, которое надо купить. А именно, друзья, это пивзавод. Сен-Адамс пивоварня. Сразу же на этот участок переходим. Миллион двести шестьдесят семь тысяч он стоит. Мы его покупаем и переходим к этому пивзаводу. И опять-таки нужно привезти до хренища всего. И тут опять-таки по двести кубов всего. Хотя вроде как у нас все должно быть. Узкие планки там по пятьдесят. Русчатка, гвозди, эпоксидная смола тоже пятьдесят. Вроде бы ее и есть пятьдесят кубов у нас. Именно на складе. Да, есть. Ровно пятьдесят кубов ее и есть. Замечательно. Так что ресурсов на стройку нам хватает. Это, друзья, я тоже по автодрайву сделаю. Потом. Скорее всего он тоже будет строиться не один день. Так что в следующей серии мы его не увидим. Но к следующей серии у нас должны будут достроиться булки. Сюда нужно двести кубов цемента, пятьдесят кубов досок, стальных балок сто, гипсокартона пятьдесят, труб сто, планок пятьдесят, брусчатки пятьдесят, гвоздей сто пятьдесят и эпоксидные смолы и жевы блоков. Так что это все сюда привезем, тоже не проблема. У нас есть все. Он, кстати, и пикапчик. Давайте его перехватим тогда. Коль уж он почти приехал. Здесь мы, получается, тогда выбираем полец и заезжаем тогда тоже в зону загрузки, что очень неудобно. И да, в прошлый раз я, по-моему, сюда не смог проехать на пикапе. А, кстати, сюда тоже фонари можно выгрузить. А мы тогда здесь и начнем смотреть, что это такое. Я этого ни разу не делал в своих прошлых прохождениях этой карты, поэтому давайте создадим четыре поддона, каждый по кубу, и закидываем сюда, и все, триггер исчез. Ну и, видимо, вот появились фонари. Скорее всего, их не было. Но я, если честно, не обратил на это внимание. Ладно, тогда закидываем просто эти поддончики на пикап. Бздынь. Готово. И еще один. Черт. Бздынь. И готово. Ну и поехали тогда на наш новоиспеченный заводик. Попробуем там закинуть эти самые фонари. Я думаю, что если я сам поеду, доеду намного быстрее. Здрасте. Я вам привез фонари. Ну вот, на стенке их вроде как нет, потому что я их потом на стене увидел. И поэтому мы их выгружаем вот сюда. Вот так вот. Бздынь. И да, вот они около входа и появились сразу. Ясно, понятно. Ну, здесь теперь будет ночью светло. Будет что-то видно. Внутри там еще тоже был. Поэтому давайте-ка мы, наверное, сюда тоже выгрузим. Бздынь. И ничего не поменялось. Ну, может быть, с другой стороны фонари появились. Скорее всего. Вот здесь, да. На въезде. С этим вроде как понятно. Там я, кстати, увидел, уже что-то лежало. Это, друзья, очень похоже на нефтяную вышку. Возможно, она будет выглядеть так. И надо будет потом ее, ну, здоровенную такую хреновую, ну да. Надо будет ее потом ввести. А, нефтяной насос. Валов больше. Не знаю почему, но ладно. Но моторчик как-то увеличился в размере, да? Сильно. А так вот, вот в таком вот виде ее придется потом, скорее всего, ввести на добычу нефти. В общем-то, я надеюсь, что к следующему разу у нас хотя бы одна вот эта вот нефтяная вышка будет полностью готова. Поэтому, друзья, какие, в общем-то, у меня планы на оставшийся день? Во-первых, нужно заработать кучу денег. А за день? Я знаю. Тяжело. Потому что нам нужно будет в следующий раз купить вот этот участок. А стоит он 10,5 миллионов. Есть, в принципе, похожий участок за 8, но мне хочется начать именно с этого. На этом участке у нас будет нефть. В принципе, к тому времени я доубираю поле. Вот это. И сколько-то свеклы у нас будет. В принципе, довольно много. Можно будет ее продать и, в общем-то, что-то заработать. Также, друзья, есть у меня еще пару контрактиков висит интересных. Во-первых, сбор урожая, кофе и конопля. А это, в общем-то, жирные контракты. Даже несмотря на то, что здесь 54 тысячи всего лишь награды, там еще тысяч на 100 будет излишков урожая. Да и, в общем-то, есть тут уборки всякие. Я, в общем-то, вот этим вот позанимаюсь. Плюс контракт на 376 тысяч тоже хорошо. А если наши поля созреют, точнее, не если, а когда они созреют, я их, наверное, уберу. И чем-нибудь мы еще тоже это все дело засеем. Также, да, стройку пивзавода надо запустить будет обязательно. И еще, друзья, мы как раз посмотрим, что же нам надо на пивзаводе. А как его найти, этот самый пивзавод, хрен его знает. Сэм Адамс пивоварня. Я понял. Значит, на боку S, скорее всего. Но нет. Производство пива. Вот оно. Нашел. Так вот, тут, короче, много разного пива есть. Для производства понадобится рожь, хмель, вода, дрожжи, поддон электроэнергии, ячмень, еще ко всему этому, пшеница, клюква, вот вижу еще, пшеница, хмель, вишня, мед, черт. Надо будет еще и медовую пасеку делать. Наверное. И сорго. И тыква. Но тыква у нас на теплицах, и вишня у нас на теплицах. Там, в общем-то, все есть. А что нам надо будет? Клюкву, наверное, надо будет вырастить. Хмель обязательно надо будет вырастить. Потому что клюква у нас хоть и есть, но ее мало. Плюс клюква нужна еще и на заводе булок. Ну и пшеницу, наверное, можно будет вырастить. В общем-то, пока что план такой. Тут у меня, если память не изменяет, по-моему, мак долго растет. Поэтому у нас полполя останется под маком. Не помню. Кстати говоря, мы приехали на завод мусора и можем поставить фонарь. Так вот, надо будет начать стройку пивзавода, разбираться с полями, ну и какие-то производства обслужить, если вдруг что понадобится. Интересно, ты вот так вот выгрузишься? Нет? Выгрузился, и вот два фонаря появилось. Замечательно. Покатался. Молодец. Давай шуруй на базу. Не может рассчитать путь на базу? Ты серьезно? Он не мог сюда доехать? Странное дерьмо. Ну ладно. Так вот, что я говорил? О планах я говорил. В общем-то, да, планы ясны. Самое сложное будет за день насобирать 5 миллионов. Так что придется мне, наверное, на фермерский рынок еще все позавозить разок. И на кофейню Starbucks тоже. Ну, посмотрим, сколько денег у меня будет к началу следующей серии. Чуть-чуть, в принципе, всегда есть что продать. У нас уже денег много. На этом, друзья, эту серию мы закончим. Если вы хотите посмотреть следующую серию вот прямо сейчас, то это можно сделать на Boost. Да и вообще, карьеру до конца там уже можно посмотреть, наверное. Ну, а если не хотите, то, в общем-то, скоро она выйдет на ютубчике, и поэтому на канал можете подписаться, чтобы ее не пропустить. Лайки, комментарии, все как обычно. На этом у меня все. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки.